В мире все сложнее осознавать, зачем мы что-то делаем. Смысл – это когда вы понимаете, что вы всегда сообщаете что-то, и то, что когда вы делаете, вы это делаете зачем-то. Вот когда эти составляющие в человеке объединяются, он начинает жить продуктивную, осмысленную жизнь. В чем роль смыслов и как можно концентрацию смыслов в своей жизни увеличивать, развивать что ли? Слово «смысл», у меня даже есть Академия Смысла, и это было такое ироничное название, оно даже родилось в таком споре. Дело в том, что вообще, когда думаем про смысл, мы вкладываем в него что-то немножко сверхъестественное, какое-то чуть больше как смысл жизни, как будто бы это ваша жизнь. Смысл встречи, смысл разговора. Нет, сейчас смысл встречи, разговоры еще не понимаешь, но смысл жизни. Это ваша жизнь, Шерли? Вы что, решили жить? Ну, это ваши родители решили, спросите смысл, какой был заложен. Это было их действие, и они заложили в него какой-то смысл. Вы ему не соответствуете, я точно. У них были другие идеи, понимаете, мы по-другому поехали. Значит, смысл есть у высказываний. То есть, когда мы передаем некий смысл высказываний. Это, собственно говоря, наша лингвистика. Это треугольник Фреги, знак значения смысл. Когда вы разными словами можете передать один и тот же смысл. Вот это смысл, то, что мы передаем, и способны передать разными словами. Это вот то, что нужно понимать. Например, вот смысл моего чувства я могу передать жестом, могу передать словом, могу передать словом, которое даже не обозначает мое чувство, а обозначает другого человека. Я передаю смысл. Значит, второе смысл этого есть у действий. Все действия совершаются за чем-то. И мы должны всегда быть очень внимательны к тому, осознаем ли мы смысл действий. Потому что в современном мире все сложнее осознавать, зачем мы что-то делаем. Мы очень много делаем на автомате, очень много делаем за зависимостью, очень много делаем, потому что нам кажется, что надо делать, хотя уже много делаем из-за своих каких-то психологических комплексов и так далее. И вот в этом смысле смысл – это когда вы понимаете, что вы всегда сообщаете что-то, и то, что когда вы делаете, это делаете за чем-то. Вот когда эти составляющие в человеке объединяются, он начинает жить продуктивную, осмысленную жизнь. Если его смыслы размыты и потерялись в словах, и знаки перепутались со смыслами и со значениями – беда. Если его действия не имеют внутреннего целеполагания, этого за чем-то, то тоже это все превращается в суету и бессмысленность. И человеку что с этим делать? Вот он находится на своем уровне бессмысленности сегодня, переживает, внутренний критик его уже заел. Значит, вот что ему можно предложить шаги? Да, вот, ну, понятно, наверное, книги, да? Как-то вот оттуда что-то такое вот соприкоснуться. Что-то кроме книг вот есть по эволюции внутреннего смысла человека? Что это такое? Какие-то шаги, практики, не знаю, просто взгляд на жизненные обстоятельства просто под другим углом? Ну, с учетом того, что у нас нет свободы воли... Это официальная версия. Да, официальная версия. Вот. Мы в значительной степени, конечно, зависим от того, в каких средовых факторах нас окружают и что на нас воздействует. Но известно, что разные жизненные неприятности заставляют людей обращаться к религии, к астрологии и так далее. Когда у человека все хорошо, он не думает про все, про это. Как только ему становится плохо, это средовые факторы, которые влияют на него и заставляют его осуществлять то или иное поведение. Вот. Поэтому, да, и второе – это информация, с которой вы сталкиваетесь, а информация – это социальное окружение. Потому что если вокруг вас все ходят и рассказывают, что их спортили, сглазили там и так далее, то вероятность того, что вы другую версию событий рассмотрите, вашего неуспеха и банкротства или там еще чего-нибудь, ну, как бы, маловероятность. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что здесь надо быть, понимать, что если вы столкнулись с обстоятельствами, которые вас не нравятся, это для вас повод для изменений, вы должны это так идентифицировать, если вы хотите как-то прогретать большую осмысленность. Вот. А не как бы никак не какой-то удар или там проблему и так далее. Это новая возможность. Вот. Всегда все неприятности – это новые возможности. Все хорошее построилось из чего-то плохого. Вот. И второе – это вот информация, с которой вы имеете дело. Вот. От того, в каком социальном пространстве вы кружитесь и что эти люди говорят. Вот. Потому что в конечном счете мы тоже не просто читаем книги, мы читаем книги, которые читают люди, с которыми нам интересно разговаривать. Резонанс возникает. Это резонанс на уровне смыслов как раз. Поэтому это вот какая-то социальная окружение. Ну вот все. Используйте падение. Попадение.